Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю очередной ФФА-сериал в Сидмерс Цивилизейшн 6. Играю я за Польшу против семерых соперников на карте Пангея. Правила таковы. Победы все включены, ограничения на игру 160 ходов, нельзя строить венецианский арсенал и геликарнастский мавзолей. Кроме того, возможны некоторые ограничения на ядерное и термоядерное оружие, но об этом чуть дальше в процессе игры вы сами поймете в чем дело. Пожалуйста, не пишите бессодержательные спойлеры в комментариях и не оскорбляйте участников партии. На этом вступительное слово закончено, приятного вам просмотра. Так, ну, в принципе, неплохое место, потому что много всего вырубить можно. Еще океан, море-океан. Еда есть. Производство есть, так что... О, еще еда. Горь в море? Единственное минус... У меня вообще нету гор. Я даже, наверное, что не пойду. Сразу пойду. Минус, что... Реки нету. А, у меня оказывается, активация по голосу была. А это думать, что Леша ругается. Это Леша ругается, а не ты ругаешься, да? Да, нет, так я не думал, что у меня по голосу. Я уже исправился. Ладно, я правда все крючки нашелся. Ну, со скаутов на чем-то. Есть, чтобы матернуться. Хотя можно вот это, знаете, этим заняться, когда откладывают... Откладывают строительство чего-либо, чтобы быстрее второй поселенец появился. То есть на Shift-Enter нажимают. Так, мне надо будет какао, рис. Ну, собственно, какие мы тут будем? Тут орошение, тут орошение и животноводство. То есть мне надо будет пойти рис сначала обработать, потом... Поэтому давайте гончарное дело пойдем. Потом животноводство и орошение. Вот так. То есть люди играют, они Shift-Enter откладывают ход. В шестой циве производство сохраняется. Но я не думаю, что это прям офигительный выигрыш. Нельзя сразу устроить поселенцы, потому что поселенцы строятся только на двух жителях. По-моему, прикольно в это время хотя бы еще что-то строить. Ну, давайте я вам сейчас так покажу. То есть выгода тоже есть своя определенная. Когда вы быстро второй город ставите, как минимум, то у вас уже практически два идентичных города. Проблема здесь только в том, чтобы найти место для второго города быстро. Вот в этом с этим могут быть проблемы. Так, лояльность, туризм. По престижу можно смотреть. Нет ли чудо рядом? Это вот в некоторых играх мне говорят, что я не успеваю там походить. Это все теряется. Вот в шестой циве производство, культура, наука, она не теряется. Если вы не успеваете выбрать науку, выбрать производство. То есть сейчас вот производство накапливается постоянно. Вы можете увидеть, что сейчас все строится немножко быстрее. Ну, в данном случае, правда, накопление производства не такое уж большое. Каждый ход 2-4. 4 производства, но посмотрим. Вот, видели сейчас, например... Карта Пангея у нас. Карта Пангея, да. Странная Пангея. И вот сейчас, вселенцы, видите, три хода. Просто если по аналогии с пятеркой, то на острове там на каком-то... Надо две клетки между городами. И вот, пожалуй, четверочку, и там действительно какой-то остров. Большой море. И вот теперь вопрос, я на острове или этот... С Токгольм это очень здорово. Ясно, что я деньги, что ли, получил? Так, ну вот тут. Смотрите, раз, два, три. Вот на... Например, на... На болоте. Можно будет попробовать город поставить. Кончарное дело открыли. Тут у нас и чай будет, и лошадки. Вообще, немножко странноватое, конечно, место. Такое. Ну ладно, все равно я тут буду ставить. То есть есть вариант, например, тут ставить. Мне кажется, это... Блин, он неудачно встал. Хотел сюда идти защищать поселенца. Ну, вряд ли тут... Хотя, кто-нибудь может прийти все равно. Кто-нибудь может прийти. Не очень удачно. То есть можно сейчас сразу попробовать и следующего поселенца так же сделать. То есть у меня будет... Хотя у меня, по-моему, сейчас будет два жителя. Все равно будет два жителя. То есть можно... Вот увидите, то есть сейчас был поселенец три хода, да, строился. Вот на двух жителях три хода. Сейчас увидите, сколько следующий поселенец будет. Как долго строится на двух жителях. Слава богу, туда ушел. Ну да, вот тут я хочу ставить. Сюда и пойду. Тут вот тоже выглядит, что есть место для города. Я вроде не знаю, это озеро или... Это выглядит все-таки, что море. Вот видите, тоже два жителя. Те же самые клетки, но пусть у нас уже семь ходов строится. Это за счет того, что мы накопили за тот раз. Поэтому я думаю... Откуда побежал? Эти все-таки строители... Смогу камень обработать. Наверное, рис, потом камень, а потом уже какао. Сначала строители. Еда, еда. А потом уже, когда будет три жителя... Ну вот проблема того, что я не на реке стою. У меня пять жилья, четыре жилья, а не пять. О, варвары. Свод законов, животноводство. Ну, два хода орошения можно пооткрывать. А, стоп, горное дело мне надо. Потому что я иначе камень не обработаю. Ну и давайте покажем народную торговлю. Так, производство. Я не буду пока против варваров брать. А возьму вот все на развитие. Не думаю, может, кстати, может и неправильно. Тут все-таки варвары рядышком есть. И с этим плюс пять они очень легко... Очень весело и задорно убиваются. Гор нету. То есть проблема с наукой будет. Из-за отсутствия рек, соответственно, еще и... С развитием будут проблемы. Так, ну, наверное, вот построю рабочего и айда. Следующего поселенца строить. То есть быстрых три города никогда и никому не мешали. Стокгольм очень хорошо. То есть у меня наука намного быстрее идет. Ну, не прям не супер место, я вам прямо скажу. То есть какое-то производство есть, но его немного. Науки тоже немного. Гор нету. Не очень много суши. Какая-то странная Польша какая-то получается. Короче, ребят, я Британия. Ты же за Британию плохо играл сюда. Да. Слава богу, Катичка не игрок в этой партии. На этот раз играем не единофидонить. Так, 9-5, а так 14-5. Но это не точно. Так же лучше и сочно. Давайте так оставлю. А как ты Британию захватишь? Нажина острая. Хотя, вообще лучше быстрее. Не, может быть, конечно, я сейчас в Швеции. Не знаю. Пошли исследовать территорию. Тут следующий город надо где-то тут ставить будет. А, монументик или амбар лучше. Три жилья всего. Давайте амбар. Воин? Так, и теперь орошение два хода. Ну, сейчас я ускорю орошение. Рис обработаю как раз. Потом каменную кладку ускорю. Потом пойду какао. О, блин, тут тоже болото, что ли? Блин, тут болото. Рис, ну, вообще рис на болоте. Вообще странновато. Честно говоря. Весь, я, понимаешь, он на такой местности, где куча воды. Но это же не болото. Это именно что специальная такая... Как лучше пойма. Вот если рис на пойме, это вот нормально. Вот, жемчуг. Ну, вообще все равно с редкими ресурсами чай, шоколад, жемчуг. Это если я тут город поставлю, а тут, кстати, и не видно, чтобы можно было поставить город, который бы до него дотягивался. Не фонтан. Не фонтан. Что у нас тут со счетом? Я, по-моему, единственный, кто поставил город. Фантом, что за чудо нашел? Фантом? Фантом, что за чудо не находилось. А счет эпохи такой откуда? У меня эти... Игл-варьеры. То есть не... А, ты за отстеков? Да, да. Почему я от тебя себя лучше слышу, чем тебя? Стерео, Леша. Полное 3D. Так, хорошение открыто. Нет, еще один ход. Еще один ход. Ну, пойдем тогда в каменную кладку. Это уже я и ускорю сейчас. Деньги у меня есть. Лодь растет. Опять же, производства немного, к сожалению, пока. Может, здесь лошадей купить? Нет, лучше вот эти на два производства использовать. Потому что амбар нужен для роста. Так. Вау. Реликвию получил. Это, кстати, очень классно для... ...Польши. Потому что способность Польши... ...что она там дает дополнительные реликвия. Все реликвии дают бонус к вере, культуре и золоту. Вау. Я тут сейчас сразу 4 золота, 2 культуры и 6 веры получаю. Блин, мне бы, конечно, религию основать, наверное, за Польшу стоит. Тем более, у нас тут не запрещены защитник веры и крестовый поход. Так что, я думаю, священное место имеет смысл построить. Правда, хотелось бы тогда чудо найти какое-нибудь. Оттандетка второй город поставил, Инвиктус второй город поставил. Ну и все. Пока все. О, вот это хорошее место. Еды, правда, нету, но... ...это намного менее меня беспокоит, чем когда нету производства. Ускорили каменную кладку. И пойдем какао. Да, вот это шикарно. Если бы еще это были холмы пустынные, вообще была бы Петра такая. Ну и единственное, что опять же нету реки. То есть опять нету... ...да, я как-то так от всех очень отделен, похоже. Тут был кузница, да, забанили ватани? Да. Может, астрологию так открыть? Священное... Мне все-таки хочется тут священное место построить. И религию основать. Вообще, конечно, можно было бы рис вырубить, и тут Стоунхенш построить, но... Я не дам тебе мир до конца игры, Фан. Договорились. Че он за перца обузит? Он хотел посел спереть на... ...соседней клетке от столицы. Жарко. Я, кстати, не вижу твою столицу. Ну, я все-таки здесь, наверное, поставлю. Да, твой вопрос, что не влезу... Ладно, надо пойти, а дальше дуболомом тут поставить. Такое ощущение, что это полуостров какой-то. Так, какой пантеон у меня остались? Священные места клетки. Тундры, пустыни, тропических лесов. Вот тропических лесов можно попробовать. Искра Божью можно попробовать. Сейчас, лагерей, культура от пастбищ, каменоломни. Ну, давайте богиня земли. Вера от клеток с престижем притягивающая и выше. Вот, видите, например. Пошла Вера. Международную торговлю открыли. Вот это можно менять. При создании морских юнитов. Да, только я морских юнитов не открыл еще. Знаете, я пока ничего не буду менять, потому что... У меня остальные карточки ничего не будут давать пока. А, нет, не полуостров. В общем, пока я сюда иду, пока... На самом деле, я хочу эту... Взять... Руинку. И там уже решить, куда идти. Ага, производство, еда, еда. Можно действительно расти пока... Пока никуда не расти. Давайте, наверное, торговцы я построю. Блин, или амбар построить. Чтоб краков рос. Давайте амбар. Ну, потому что они растут города из-за малого количества жилья. Вот это проблема, когда у тебя старт без рек вообще. Отлично, еще и задание Стокгольма выполнил. Я его так сюзереном стану. А, это неплохое. Может, так сказать, искру лучше было брать. Больше бонус. Не, ну тут... Блин. Раз, два. Три. Блин. Мне кажется, не влазит город. Раз, два, три. То есть, вот сюда бы... Надо город сюда ставить, на медь. Потому что иначе тут не влазит. К сожалению. А, давайте мореходство откроем. Поставлю карточку на... Сто процентов. И две-три ремы в Кракове, наверное, сделаю. По-быстрому. Слушайте, а реликвии, кроме как... Чтобы эти апостолы умирали в баталиях, как-то еще можно получать? Ну, кроме там... Я имею в виду, самому как-то можно делать? Кроме как... В руинках находить, а еще что-то? Нельзя. Ну, только с ГГшкой. С какой ГГшкой? Ну, ладно, за религиозных я не помню название. Которая дает реликвии за каждое найденное чудо. Вау. Где такая ГГшка? Сейчас я поищу. Нет, у себя она может не быть, да, на карте. Но и такая ГГшка есть, да? Может не быть. Арма вроде. Ну, я тебе скажу, такая ГГшка есть, а она у меня. И ты будешь на ней реликвии, что ли? Фигачить. Ну, если получится. Не, давай, ты мне ее отдашь. Забирай. Спасибо. Мне, чтобы селиться, надо выучить судастроение. Ну, логично, по-моему. А ты хочешь вообще не одукованным? Не, это. Бегать. Голопопым. Ну, это же не честно. Это просто игра тролли. Говорит, да, шотландист, за мной сиди в своей Британии. Пшел вон. Я не успел выбрать производство, но... Это не страшно, опять же. Еще и кони варварские на лучах спаунят, смотри. То есть им плавание не нужно. Им, да. Я даже не вижу, где у них в этом радио все ложь. Что-то, Качечка, ты вообще теряешь уже. Весь скилл. Тебя уже варвары догибают. Ну, ну, давай. Что скажешь? Ничего не скажу. На рост поставил, хочу краков, чтобы огромный вырос. Огромный мегаполис. Ну, я не против Британии. Но почему в Британии пустыня на 20 клеток? Почему? Ну, Петра офигительная. Ставь Петру. Да, один холм. Ха-ха-ха. То есть, для тебя так важен один молоток с клеточки. Все остальное же будет. Джимми, Грей, это... Как это один молоток? Три молотка с клеточки? Ну, это потом. Грей, это что? Грей, выиграется там, где... Как я... Там, где что? 4, 4, 4, 3. Что? 4, 3. Янтарь, янтарь, там, где янтарик. Выиграется? У меня есть янтарь, но нет, 4, 3 у меня нет. Так как у Грей есть янтарь, я понимаю, что он на моем континенте. Потому что тут... Все. О! Артем, здорова. Привет. Че, как жизнь? Кто тут тебе? Да, нормально. Ты где мы встретили 100? Ну, вон твой дохлый скаут. Просто, наверное, я не видишь, а там на холме стою. Я твою границу вижу. Грей, видишь, нет, как ты... А, это на другом континенте, блин. О, блин. Ну, вижу. Писать, ребят. Нет. Все-таки мы можем быть не... Не пришлось полкасу поставить. Тут еще, видите, жемчуг я дотянусь. Так, ну, надо, наверное, купить клетку на еду. Иначе город просто не будет расти. Ну, и вот тут тогда город влазит. Отлично, только надо. Так, Артем, только я не хочу, чтобы ты шел дальше скаутом. У меня там поселениц бегает. Если хочешь, можешь полечиться вот здесь постоять. Я не против. Так что, мне наверх, чтобы никак не пойти сейчас? Нет, никак. Игнори его, он просто... Иди. Так ты не пройдешь, в принципе, потому что у меня границы там, то есть... Ты уже, если... Ты хочешь вот это, только мои города сможешь исследовать. А пройти ты не сможешь. Качечка, ты вообще там на острове, тебя никто не встретил. Ты, как бы... У тебя не существует. Я приплываю и сожгу твои города. Все. Решено. Это очень интересно. Как ты можешь... Ты приплывешь по пустыне вот этой? Притащу волоком. Ничего не знаю. Так, нормальненько. Пока... Пока мне мое развитие нравится. Единственное, что хотелось бы, конечно, действительно священное место. Знаете что, давайте я открою астрологию. Просто своим ходом. Похоже, тут чудес нету. Ну, Артем уже в нормальную эпоху вышел. Фантом тоже. И Грей. Они, я думаю, будут пытаться в золотой век. Смотрим, что тут за место. Кстати, а в Стокгольм мне задание не дает больше никакого. Но это уже в следующей эпохе он даст. Так, Раков растет. Здорово. 4-2. 4-2. Вот так давайте, чтобы больше еды. Хотя тут еще и вера. Хотя вот я взял пантеон на престиж. Видите, поэтому его часто банят в сетевой игре. Так, священное место никто еще не построил. Но я думаю, что кто-то, кто хочет взять защитник веры, будет Стоунхенш строить. Мне негде. Мне только Сирис вырубать, и я не хочу этого делать. И как, Силеша, 54. Чего не сделал такого? 28 амперия. Технологии 12. Качечка, тебя нету, не существует. Что-то там бормочешь себе под нос. Тебя там, этот... То ли плантации чая, то ли две ГГшки синие, не знаю. А что если и то, и то, прикинь? А вот это вообще печально. Просто можно ласту сложить. Хотя, наверное, Галеру начну. Я возьму карточку на плюс 100%. Тут построю и в Кракове построю. С разных сторон, чтобы плавали. Так, Скаут, например, сейчас вот отсюда будет наплыв варваров. Но я думаю, эту неприятность мы переживем. Ну, естественно, Магнуса в данном случае в Краков. И тут можно будет начинать вырубать через пять ходов все вокруг. Потому что Магнус дает плюс 50% к ресурсам, полученным благодаря сбору урожая и изменению клеток города. Это офигительно. И карточку ставим на плюс 100 морским юнитам. Трудовую повинность несколько ходов. Потом надо будет на мистицизм переключиться и снять карточку. О, тоже хорошие места. Раз, два, три. То есть вот сюда. Нету рек вообще. Вот это как бы меня очень сильно расстраивает. То есть мне приходится на побережье ставить все города. С другой стороны, смогу без гавани обойтись. Ну как? Блин, если вы хотите через море играть, то без гавани вам не обойтись. Но в данном случае придется обойтись. Да, немножко грустно. Чуть-чуть грустненько. И потом, наверное... Что мне еще надо? Ну, надо район будет построить. А для района надо вырубить сначала будет леса. Так что мы сейчас сначала Трирему в столице строим. Галеру. Видите, один ход. Так, надо переключиться на мистицизм. Блин, а тут три хода уже мистицизм. Открывается. А почему увеличилось? Было два хода сейчас. Ну ладно. Вообще, я могу рабочего тут купить, между прочим. Хоть и глянем, где... О, Сон Хуэнш, видите, я на месте риса. Не хочу я. Мне священное место все равно понадобится. Где мне предлагают... Ну я бы вот тут на болоте действительно. Хотя тут больше... Больше соседства. Но болото... Это просто как бы ненужный тайл для меня. Я бы на болоте поставил. Я хочу купить рабочего. И знаете что? Я еще в лодзе куплю рабочего. У меня нормально с деньгами. 115 следующим ходом куплю. На содержание юнитов я практически не трачусь. Давайте письменность пойдем. И в религию поиграем. Сомневаюсь, что мне удастся победить религией. Но в принципе... Вера у меня есть. В общем-то почему нет. Так, ускорил я... Судостроение. Поплыли. А на мне Египет еще найти. Наверное, вверх поплыву. Так, пошли на защиту скаута. Здесь что? Ну, тут нормально. Тут то, что надо. Так, пока священное место я не буду строить. Потому что надо очистить эту... Еще два хода... Может, еще одну галеру тогда два хода построю. Но они не помешают никогда. Ну и здесь два хода галеру, наверное. Кстати, уже они идут в содержание юнитов, и будет минус 4, но тем не менее. Так, тут надо... Боим, шангулешку зашел. Лошадей... Лошадей обработать. Ну, лошадей точно, и чай еще. Как такое может быть? Что именно? Ну, он пишет, мне, походу, инета не хватает на дискорд. Ух ты, прикольно. Дискорд такой, вам не хватает интернета для моей нормальной работы. Пожалуйста. Воспользуйтесь другим приложением. Не напоминает, заплачивать будешь? Опа, я как раз арму нашел. Причем, арма хрен знает где от меня, она каким-то юнитом приперлась. Нет, а карма, значит, это не арма. Ваши строители теперь могут строить монастыри. Ну, то у меня два чудо природы рядом, я прям счастлив. О, вот я чудо нашел. Слушайте, ну... Тут надо города ставить. Какое офигительное место. Египет, а ты вообще далеко тут от меня? А, это Египет здесь, возле меня. Блин, я в нормальной... Ну, вот я справа от армы. Чуть ниже. Плохо. Справа, то есть вообще далеко получается. Артем, я тебе поставил метку, посмотри. Это как тебе, близко этот, твоя столица, второй город? Ну, это второй город. А что, там поставить хочешь? Думаю, не знаю. Не знаю, как там тебе, ты слишком близко. Блин. Бля, золотой век... Не знаю, я уже не успею. Ничего тут для золотого века. Так вроде нормально. Все. Все было. Давай сделаем так, на чем я там ставить не буду и китом ставить не будешь. Воль, как бы тут ни было внутреннего моря. Ну, давай. А я две галеры послу. Я тебе не пойду. Говорились? Ну, что? Стокгольм делаем с ареном. Я тебе не пойду, ты ко мне не иди. Опа. Франц. В смысле, разведываться? Нет. Город там не ставится, чтобы... Окей. Еще и туда. Караван уже пускает. Очень похоже на внутреннее море. В общем, мне это не нравится. Так. Вот тогда возьмем на поселенцев и построим... Собственно, блин, 9 ходов. Это много. Все, я уже поменял тут. А, 6 ходов. Нет, 6 ходов нормально. 6 ходов нормально. Сейчас я как раз построю священное место. Никто тут пока на пророка ничего. Но он неизвестный игрок построил военный лагерь. А кто там уже военный лагерь построил? Кто такой воинственный? Блин. Не очень удачно, конечно. Прям ты хоть теперь удаляй эти три ремы. Так, вырубаем лес. И... Может, оракул, кстати, построить? Раз уж лес, я все равно вырубаю. Не, лучше святилище. Чтобы религию быстрее принять. О, арма тут варваров уничтожает. Блин, арма хрен знает откуда приперлась. Ну, мне пока 5 городов, наверное, для начала хватит. Все-таки. Наверное, надо в развитие поиграть. Да. 8 очков для золотого века не хватает. А, это воинс у нас француз. А, так я его встретил уже, считается. За счет чего у него такие... Так много очков. Чудеса. Воинс, аж какое ты чудо построил? Какое-нибудь чудо построил? А, вот он. Нет, Стоунхендж кто-то завершил. Да не он. Что сделал? Или лян пока брать. Или логистику избытков повысить. Подумать надо, блин. Чудо за два хода до конца. Вот это жесть. Надо было не ходить. А для меня шотландец нашел. Ой, не шотланд, отстань. Эээ, снизу. Это далеко отсюда? Ну, прилично, он сам где. Отлично. А тут еще кто-то живет? А тут, конечно, очки великих пророков еще и сделал. Ну, сразу за мной воинственная Грузия. Надо было сказаться от его войны и сказать нет. Я с тобой не воюю. А ты со мной воюешь. Двух юнитов мы их убил. Двух юнитов. Надо сюда ставить правительственную площадь. И вот так вот вокруг нее. Правда, бананы придется собрать. Ну что, лян? Блин, только вот куда ее... Лян влюблен, видимо. Вокруг краба можно будет ее... Логистику избытков все-таки. Аналогистику избытков. Спасибо за карфаген. Это была третья биглешка. Замещаться. Да. Я доволен, наоборот. А если скаутами разведывать, а не пытаться поселенцев хастить, ты бы уже штук 7 нашел. Их тут много. Ну ты перебил как раз не их. Я нашел... Ну так я их перебил-то почему? Потому что эти войны не ггшки искать. Война, война, война. Не, ну я чисто попытался как бы ничего такого. Ничего против. Мне кажется, вижу одну ггшу. А что, Катчик, у тебя еще и ггшек нету? У меня есть одна. Ну, вы все захотите ее увидеть, но я вам не скажу. А ты вообще кого-нибудь встретил? Меня встретил фантом. Я не знаю где, но как-то, видать, я проплыл мимо него. Да нет. А, вот он, да. Видишь? А я там за проливом. Я вижу, что ее границы. Я понимаю, что ты на воде с той стороны. Ну да. Бог рыбы как бы дает подсказку, что я на воде. Блин, ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, нету смысла держать эти три ремы на внутреннем море. Вот откровенно. Они требуют содержания. О, так тут терочки будут у американцев с французом, я так понимаю. Возможно, терочки, да? Ан, детка, давай, заводи шарманку. Я не люблю воевать. Я не люблю воевать. Вообще, что ты палишь? Мы еще не встретились с французом. Как вы не встретите, у вас границы прям рядом просто. Ладно, хорошо, отца мы не встретился. Ну, и он все равно не в Дискорде, так что не знаешь, что я полюю, я так понимаю, что он нас не слышит. Да как это не в Дискорде? Ну, он, что он, Алексей, написал в чате, ему нету не хватает на Дискорде. Драна, он в Дискорде сидит. Так. Давайте, наверное, разведчика я сделаю. Тут соберу, тут соберу, тут соберу. Говорят, вы сильно много качаете, вам до конца дня оттуда меньше делаю. В смысле, есть еще такие провайдеры, которые смотрят, сколько ты качаешь? Это на мобилке. А, на мобилке. Ты с мобильного интернета сидишь? Ты на работе. Работа, до работы. С каждым словом, все страннее и страннее. Я на работе сижу с мобильного интернета и качаю слишком много. Получилось! О, 31-й темный век, ура! Человек, который построил Стоунхендж, просто не дал мне в золотой век выйти. Ну, хватит. Ой, какой тут, какой тут Белопогутский остров. Очень жалко дружить. Содержание требует. Вот, нафига мне здесь вот эти, давайте подумаем. Ну, вот, серьезно. Если я ставлю, кто-то, кто-то город поставит, и что я буду его этими, ну, блин, не знаю. Ну, вот, тут еще интересные места есть. Ладно. Хорэ рефлексировать. Надо, кстати, янтарь обработать. Так, обработки бронзы. Деньги открыл. С моим уникальным зданием, между прочим. Ну, давайте я трех варваров не уничтожу, но железо надо открыть. Давайте по городам пройдемся. Что у нас тут? Три хода до роста, три хода до поселенца. Нормально. Тут тоже нормально. Тут. Вот сюда надо побольше рабочих. Грей, а грей? Вот тут надо где-то город ставить, и тут надо где-то город ставить. Ты ведь не хочешь воевать. Так я и не собирался, ты заставил меня просто. Да я вообще не хотел воевать. Я думал, получится, получится, не получится, не получится, не получится. А зачем ты? Мир, дружба, жвачка. А какая жвачка? Турбо? Или лавы? Черт. Люжа любили старый. А что, ты... У вас какие-то более новые были жвачки? Нет, тоже такие. А сейчас же не выпускают? Ни турбо, ни лавы? Или у вас до сих пор есть? Ну, они кончились давно. Кончились, но память живет. Нет, на самом деле, мне жена, по-моему, лет пять или шесть назад дарила блок целый лавыз. Охренеть. То есть, такое где-то есть. Американские города на воде. Хаба, хоть бы одна научная книжка была среди этих семей, и я бы вышел в золотой век. Что за несправедливость? Ты зато культурную встретил. И мы будем в политическую философию. Мы были вот эти вот сейчас поселенцы я построю. Священную пару экономических. И поставим карточку на... У нас так много. На юниты. Культурная на ранние цивики. Уже два старта. Из этого надо. Обратите внимание, я считаю, что Грей лидер, и нам нужно всем объединиться против него. Да, это начало игры можно было так договариваться, я думаю. Ну, ясно же. Ты Грейс. Я был бы лидером, если бы вышел в золотой век. У меня бы сейчас уже было куча поселенцев. А так... Да нища. А так, да, как на базе. Сижу обычно, и все. Так вы воюете там все-таки, да? Конечно. То есть, вот эти мольбы о мире ты игнорируешь. Мольбы о мире. Так, ну и где мне ставить рядом с этим чудом? Ммм. Ну, мне вот тут хочется, на самом деле. Так, а этого поселенца я сюда поведу. Что такие степи? На самом деле, селись не хочу. Отлично. А тут правительственный квартал будет строиться. Так, что у нас там с пророком? А что с религией? Инвиктус, это ты иудаизм основал? А я. Гуд. Зупа гуд. Даст из фантастиш. О, ты немец, да? Я, я. Он, да, он немец, той честнокровный гориец. Натюрлищ. Чайзе, швейне. Отлично. Все, переключки, кто такие немецкие слова знает? Здорово. Блин, центр коммерции негде знает. Тут и нарпайты не знают. Арбейтмахтфрай. Или махц, махцфрай. Так вот, кто лишил меня золотого века. И ты даже рядом, а у меня свободная армия. Ну, это судьба. Я даже рядом, это где? Я вижу твои границы все, всех городов. Каждый? Вижу границы всех твоих городов. Если вам написать. А, вот он мой, с ловным хмешкой. Я даже вижу его. Ну, выдвигаемся. Чем себе, грей. Так, ну что? Античную республику. Убираем, ставим на... Где тут строители? Тут плюс два к влиянию. Ну и давайте, наверное, очки пророков. Побыстрее просто. Египет, конечно, опасный со своими колясками. Но мне что-то кажется, что ему далековато на меня нападать. Если он захочет. Тем более, он справа от армы, фиг знает. Вообще, надо следить, конечно. Верение деда лупости. Так, пойдем-ка железо обработаем. Хотя тут будет... Не, этот рабочий пойдет... Пойдет на янтарь. Поэтому пойдем железо обработаем. Чудо света. Игры и развлечения. Игры и развлечения пока. Что у нас тут по науке? Тут ровненько. Еще у нас 15,8 у француза, 13,5 у меня. Культура, 7,8 у француза, 11,3. Ну, я тебе буду платить дань, Грей. Наложницами. Грей, проси наложницы. Грей, проси наложницы, 12,5 у меня, я не могу проплыть, а вообще, блин, еще нельзя будет по океану плавать. Ну, смотри, тут еще куча места, в принципе. О, Леша. Нет, это Грей. Блин, вообще, вообще все далеко. Ну, то есть приблизительно понятно. Вот мы вчетвером здесь. Здесь. Еще, наверное, строители нужны. Ну, вот, в городах, которые на эту сторону выходят, надо будет все-таки гавани строить. Как-то на острых. Шикарно. Все ровное. Нашли, травмина, пустыня, поймы. Пока на рыбе живу. Очень вкусная рыба. Найти сломок. Не надо. Будешь их использовать, как тягловых животных на своих рамин. Я сейчас сам сломок получу, я под Торонто поселюсь. А нашел чьи-то города. Обработаем тут варваров? Э, вот это плохо. Катичка. Ты сейчас отлетишь? Ну, я не думаю. Я думаю, отлетишь. Смотри, короче, смотри. Давай. Ты не забывай, что мои воины очень сильны. Отлетишь. Как петь, дать. Смотри. Смотри. Да, Катичка, помогай там обоим. Пускай они долго воюют. А вот смотри, у обоих самая большая армия. Смотри, не отвезти. Хотя Грей там еще и на Инвиктуса. Инвиктус, вместо того, чтобы дань платить Грей, лучше бы тоже повоевал с ним. Лучше бы Фантома спонсировал. Или Фантома спонсировал. Про армию я, так скажу, не от хорошей жизни. Да, влюблен назначу. Если бы я был в Японии, я бы еще был в Шипландии. Фантома спонсировался. постою пока там подожду когда открою проплывчик по океану она хочешь денег за лагерь ну можно 20 . ну в общем тут у нас города американца есть вполне можно приплывать с моря их захватывать или уничтожать просто так что гавани мне понадобятся все вот тут еще нужен город в принципе я с расселением закончу все-таки захватили это какой рабочий так больше летом и католицизм вам один заряд был забей так что возьмем все чудеса света плюс четыре веры ну кстати я должна объяснить почему у меня два ячейки для любых курсов наверное грек американец эрик и место зеленого из зеленой ячейки теперь фиолетово знания за веру полгода так я ни разу американцам не голды этого храмы и святилища культуры столько же сколько и веры блин тут надо решать если хочу пытаться религии побеждать то видимо надо брать божественное вдохновение с другой стороны у меня постоянно культуры не хватает то есть мы можем не строить театральной площади а вот хоровой музыкой это заменить хочу беру хоровую музыку дальше религия дальше распространяется построенные города сразу получают эту религию сяна преобладающей конец религиозные юниты игнорируют стоимость перемещения крестовый поход ну не знаю пока что мне нравится далеко давайте вот стоимость миссионера свой апостол снижена я каждый раз открываю счет у тебя просто слишком маленький звучало обидно я большой я начал комплексовать ну все равно мы знаем что у качечки небольшой поэтому нормально очки вытеряю небольшой тип слышь до надо вырубать все равно вокруг все все вокруг правительственной площади так что пойдем туда так этого скаута сюда отправил ой ну кстати могу в лагерь захватить случайно еще чудо не знаю 2 ну что давай варвары только не не атакуйте меня пожалуйста такой чилом атакуй с кого но этого убили вообще только не нет не реально может меня убить 53 хотя но я не могу лагерь захватить блин давайте отойду постою здесь может следующим ходом получится ага так ты не на острых смысла что это заполнить а пророк правильный пулсу наш смажешь строители варьев зиму делала чудеса света два золота просить на своем уровне высажив я уже отстойку денег дал за высадку ну и содержание и уставить норма друзья пока хочу не считали кампус но кстати почему нет стою пока тут чтобы лагерь варварский не появился надо в поздно наверно перебросить хотя суконные ряды строятся что я бы оставил тут производство которые там построил так но оборонительную тактику можно открывать вряд ли никто то войну объявит в ближайшее время в общем пока ближайшая цель это вот нападать морскими юнитами на америку не помогает просто настрой дубинам и держи деньги я непонимен виктус а чего ты пытаешься с грэм договориться то есть это же обычное дело в шестой циви выносится один сосед и он нападает на второго по моему наоборот когда кто-то на кого-то нападает лучше соседу вступиться вступаетесь за меня почему еще никто не вступился но нельзя кого-то там расположение я могу вступиться только за ты его даже не видишь и боишься его что это ты же не знаешь где он а строишь войска вместо того чтобы экономику развивать это это принцип страуса когда ну правда это уже доказано что страусы голову в песок не прячет но смысл в том я не вижу значит все нормально спрятался там не видишь окей уже не так страшно так производство давайте даже вот так сделаем 8 ходов так тут уже можно убирать золоченность я думаю ух 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 купим клетку и пора наверно кампус все таки строить или центр коммерции давайте здесь центр коммерции здесь кампус построим тогда в этом городе ти в кокс х ух 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 в познань кого в познань наверное пингалу вообще нам надо в кракове все вырубить и магнуса переназначить в другой город в данном случае даже влюблен ну что тут болен честно нападет ну блин сейчас может появиться блин уже уже в этом когда не храбрость да где эти храмы теологии к 1 торонту на карте еще раз так может лучше куда то астана втором сне вот обидишь кто подвязал а вот американец объявил войну французу причем марсель уже в осаде но блин я хочу поставить туда город на пятку левее ну 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 ка денежно я такого не ожидал ну кстати я могу в золотой век выйти я щас свое здание построю чудо построю блин викс как то со стоунхенджем в обычном веке пропал зачем он тебе вообще-то был нужен я нашел чудо на последнем ходу я же говорю нет 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 когда ты строишь тонхендж ты идешь в золото как бы я не попал то есть это чудо чисто под золотой век оно иначе не нужно нет и пойми что я не мог попасть в золотые по очкам но я мог попасть в темный век на последнем ходу нашел нет ну ты же мог не строить тонхенджем эй ну спокойно если мы играем с защитником веры то инвиктус неспокойный если кто-то другой его берет там берлин через 20 ходов обратится и то он вырастет и не обратится ни хрена толку от его защитника я не знаю то есть именно что если ты хочешь взять защитника веры то тебе реально нужна твоя религия то есть с миссионерами и прочим если ты просто потом ну говори говори да не я тоже самое хотел сказать выгоднее начитать проект и построить лавру с домиком внутри быстрее будет грузия есть грузия быстрее сразу сделает каким образом каким образом быстрее я бы в принципе не брал защитника веры как мне другая религии нужно ну и заместали сейчас за проект мечтаем просто сыграну с полезным поставил нам нужно выкинуть разрушил строители тем более лян точка сорок не учился я очень не учил я еще видите миссионеры распространяют плюс два очка так что ух ты ух ты а что это ты последним ударил так больно это что было мечник я понял у меня посмотри карточка на этот от олигархии олигархии плюс пять это мой бонус и еще ко всему прочему от темного века карточка ну короче француз там падает я так понял ну нет у француза плюс три на всю игру он должен отбиваться да у меня плюс пять на моем континенте ну у вас разница всего в пять это дефайт с виктором воинс ты нас слышишь скажи в дискорде напиши в чат ты слышишь нас нет его не тянет кому янтарь есть янтарь на обмен янтарь и и и и в и в в египет ты там никак типа ты рядом с французом и рядом с французом нет а сейчас забыл у меня генерал же еще стоит вот еще да да на 10 больно ну самое прикольное что это все на юнитах да вот против города тяжело француз города очень сильно бьется надо наоборот не давать город бить июнь там бонус от защита у города никаких бонусов нет он просто падает я на весь там железно там у города 20 защиты чё там ну да без железня лошадь там можно лошадей выставить в ряд два ряда 2 лучников но мы под виктора не должны дыхать но это очень сложно на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока